Мы продолжаем наш пятничный эфир, и сегодня у нас будут очень интересные гости. Прямо сейчас к нам в студию войдут Тимур Джанабулов, Денис Вольф и Константин Васильев. Президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Кыргызстана, профессиональный атлет и бодибилдер. Здравствуйте. 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 О, какие шаркоплечи мужчины. Расскажите, пожалуйста, сегодняшнее утро у вас началось тоже с тренировки, или мы вас рано разбудили? Ну, еще не сумму. Денис Вольф у нас только приземлился, так скажем, из трапа самолета. Выглядите прям очень круто, так даже устрашающе. Ну, Костя, я думаю, может быть, и успел что-то сделать. Нет-нет-нет, я сегодня спал. Ну, мы вас приглашаем в нашу гостевую зону, в наши комфортные диванчики. Присаживаемся. Сегодня мы обсуждаем то, чему нас могут научить книги. Глядя на таких вот накачанных людей, хотелось бы спросить, когда-нибудь приходилось ли вам обращаться к книгам, чтобы узнать, как правильно накачать ту или иную мышцу? Или это все приходит именно при работе с тренером? Нет, конечно, читаем много, как я начал тренироваться, много читал и старался. Чем больше информации получить, тем лучше, и в зале такую информацию не получишь от каких-то, которые, как я, тренируются просто так. Потому что у нас как раз именно, ну, хотелось бы сказать даже, наверное, по вашей теме, мы весь эфир стараемся... Говорить о прикладных навыках, которые мы как раз-таки получаем. И вот интересно, сами бодибилдеры это просто знают уже, где, как качать? Или вот есть нет-нет-нет, здесь нужно под углом 95 градусов книжки и вот как-то тонкости? Ну, нет, я уже профессионал 10 лет, и я знаю, как качать, какие мышцы, но просто после 10 лет просто надо менять многое на тренировке. Просто разнообразная тренировка должна быть постоянно, и остальное, как, почти все одинаково всегда. Ну что ж, просто для роста, да, я так понимаю, для профессионального личностного роста вот вы изучаете больше литературу? Я знаю, как вот войти в форму, как подготовиться на соревнования, как набрать массу, а вот другие, вот, например, фишки, как улучшить себя там... Потому что мы как, нас оценяют на сцене 9 судей, и они каждый год нас видят, и каждый год они сравнивают нас с прошлым годом, выглядим лучше или хуже, и, конечно, результат будет от этого тоже. Надо удивлять, в общем. Ну да, да, это правильно. Это действительно тяжело на протяжении 10 лет одним и тем же людям показывать одно и то же, ну, всем наскучит, грубо говоря. А вот все-таки, знаете, вот вопрос следующий. Интересует он, конечно, немного не по теме эфира, но вот люди, которые занимаются бодибилдингом, они же читают не только специализированную литературу. Конечно нет. А вот ваша последняя прочитанная книга или, я не знаю, книга, которая больше всего зацепила? О, ну я думаю, я как, книгу Арнольда Шварценега в прошлый раз прочитал, а остальное я почти все знаю, просто мне интересно, как вот другие спортсмены, атлеты занимались и что они делали. Опыт других атлетов. Да, опыт какой у них был, и, конечно, как они к этому пришли, например, и, ну, какая жизнь у них была, как начали этим спортом заниматься и так далее. Тимур, а вот к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам, вот, внесите ясность, какова сейчас ситуация в Федерации бодибилдинга? То есть, как много там людей, вот, все самое интересное. Из года в год Федерация, вот, непосредственно ФББ, она началась еще с 89-х годов, да, но бурное такое развитие, где-то начало, где-то уже более шести лет, как она так процветает, так скажем. Из года в год мы видим, сколько участников на наши соревнования приходит. Это юные атлеты, да, взрослые атлеты, да, даже есть ветераны, которые принимают участие. Вот, то есть, это говорит о том, что бодибилдинг стал интересен в Кыргызстане, да, для многих, и не только бодибилдинг, а в целом, как фитнес, вот, там можно посмотреть в городе, сколько залов у нас, количество в залах и любой зал. Да, количество людей, самое главное, оно увеличивается. Ну, очень радует, что пришло время, когда люди начали задумываться о своем здоровье. Почему? Потому что это, если мы заложим сейчас, то, значит, наша старость, наверное, пройдет с меньшими, так скажем, без таблеток или без каких-либо это, да, то есть уже люди понимают, что надо работать сейчас, а не откладывать на потом. Ну, слушай, это здорово, если раньше люди оценивали по авторитету, чем больше авторитет, тем круче человек, то сейчас в моде в трене стали уже мышцы. Это уже не в моде, да. А вот у меня такой вопрос, если говорить о здоровье, то с какого возраста можно начинать? Вот, допустим, есть самый сильный маленький человек, точнее, ребенок, которому я сегодня собираюсь 6 лет, и он уже маленький качок, он живет в Штатах, и вот у него уже очень сильно развита мускулатура. С какого возраста вы рекомендуете, когда уже можно? Ну, мое мнение, вот то, что касательно мальчики, это просто, наверное, уникальный, это уникальный ребенок, да, не всегда, я считаю, что нужно там с малых лет там нагружать, есть другие виды спорта, которые, так скажем, в процессе его развития там до определенного возраста подведут ему, где он, скажем, с 20 лет там или с 18 лет начнет он, так скажем, ходить, посещать тренажерные залы, и лучше преуспеет, если он там будет там, ну, я не вижу смысла, если в 10 лет там будет, ну, пусть есть другие, есть плавание, есть там легкая атлетика, там, есть другие. То есть, скилеты, конечно, скилеты должны быть развиты. Я, как бы, не сторонник такого, как бы, я своего сына, наверное, если он и захочет когда-то, так скажем, подкачаться, то есть, это для мужчин, не для мальчиков, а больше для мужчин, когда ты уже в более сознательном возрасте. Да, ну, при этом надо понимать, что есть понятие ОФП, где общая физическая подготовка детям никто еще не запрещал, то есть, это нужно тоже подготавливать в процессе потихоньку. Конечно, не с такой методикой, как в бодибилдинге для взрослых, так скажем. Вот, а Константин, а вы расскажите, пожалуйста, вот о своей методике, что вы используете, что вы делаете для того, чтобы, не знаю, утром, зарядка, овсянка и обязательно... Ну, мы же уже поняли, Константин спит по утрам. Да, по утрам я сплю, но на самом деле все достаточно просто и сложно одновременно. То есть, график достаточно стабильный, достаточно ровный, в основном огромный упор идет на диету и на тренинг. Но тренинг я не выставляю в какое-то конкретное время, не знаю, у меня просто организм может с утра сказать, пойдем тренироваться, ну пойдем. Может сказать, вечером пошли тренироваться, значит, вечером он с утра говорит, я буду спать, и вот ты что хочешь со мной делать? Поэтому я думаю, что здесь эти методики у каждого спортсмена как-то свои, и люди слушают организм, и когда они его слушают, то он потом начинает отвечать. Мне кажется, у вас уникальная методика, вот если бы я, скажем так, засыпал, а организм сам по себе вставал бы и шел бы в качалку, я думаю, было бы отлично. Ну да, это было бы очень неплохо. Ну это еще раз говорит Константин, человек, который занимается давно уже этим видом спорта, то есть он уже прислушивается к своему организму, то есть он не делает, не подходит шаблонно, да? А вот он говорит, вот сегодня мне это надо, или на следующий день он может почувствовать себя так, скажем, ну я лучше посплю пару часиков. Иногда приходится заставлять, брать себя и тащить, и говорить, надо, надо, надо. А когда вы себя заставляете, когда так посмотрели, типа нет, что-то вот бицепс как-то недостаточно? Ну вот сегодня я вот рядышком посидел, все, я сейчас после эфира... Мотивация, мотивация. Просто, я так понимаю, нужно начать со своего организма, потому что мой организм призывает все время поспать. Вот вы задавали вопрос, литература, я считаю, что бодибилдеры не рождаются, и не становятся, и на самом деле это люди очень грамотные, которые знают очень много, но как минимум свой организм нужно знать очень хорошо, чтобы понимать, что он тебе говорит, когда он... То есть к этому надо серьезно подходить? Обязательно, это очень серьезно. То есть затрагивать те науки, которые даже простым обывателям это может показаться неинтересно или сложно, приходится изучать биологию, там, анатомию. Если говорить просто, то бодибилдеры, это даже и само название, построение тела, грубо говоря, вы архитектор из своего тела. Совершенно верно. Ага, слушайте, вот у вас такая интересная философия, а казалось бы, сразу и не задумываешься о том, что это... Да, все говорят, вот они такие, нехорошие, глупые очень... А вы им кулаком. И правда это все... Возможно, так говорят, ленивые люди, у которых нет вот этого. Организм говорит, иди занимайся, но ты говоришь, нет, я буду спать. Но мне кажется, в радиусе 50 метров никто этого не говорит. Но как минимум боятся. Но как минимум боятся, да. Как знаю, Денис Вольф у нас профессиональный атлет, который, так скажем, он питается строго по... Вот касательно диеты, я могу с уверенностью сказать, он строго по часам. То есть тут надо подходить, вот надо-надо, значит, да. То есть не от того, что я хочу, я не хочу, то есть надо поесть обязательно. Это вот прям здоровое питание? Абсолютно, да. Ну вот если вот у нас есть такие фазы, офсизен, это где мы отдыхаем, позволяем себе там покушать, что мы хочем. Пару месяцев там есть. Другая фаза офсизен, где мы набираем массу. Это значит, мы кушаем здоровую пищу, но больше. И другая фаза подготовка на соревнования, для соревнований. Это то, что мы как, мы чисто питаемся, мы убираем все грязное, там, сахар. А вы знаете, мне кажется, многие, вот те, кто как раз не читал книжки, считают, что это вот легко сделать, они думают, что надо массу набрать, так как это мы делаем, фастфуд. Ну да. Мясо, то есть ты набрал массу, а потом ты уже строишь. Масса будет, да. Масса будет, да. А потом нужно будет суши проводить, да? Да. Мы стараемся набрать массу, это значит, для нас масса это рост, ну, как мышцы, набирать объем мышц, а не жир. Не жир, да, это правильно. И, например, на подготовке мы высчитываем углеводы и калории. И так походим к форме. И, конечно, тренировка сильнее, сильнее, тяжелее, тяжелее получается. Слушайте, ну здорово. Ну, мне там фаза, когда можно есть абсолютно все, очень понравилось. Ну, вот мы говорим о книгах, но давайте немного отличаемся. Если не ошибаюсь, 24 апреля пройдет открытый чемпионат по, вот я зачитаю, чтобы не ошибиться, по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и мэнс-физик. Вот что это за бодифитнес и фитнес-бикини? Вот эти два слова, они ввели меня в ступор. Фитнес-бикини, это, я думаю, это к девушкам. Это к девушкам, бодифитнес, это тоже, да. К девушкам это такая категория, которая, так скажем, сильному половину очень нравится. А вы можете сейчас нам, ну скажем так, продемонстрировать, вот как это будет 24-го? И научить меня. Да, позу, может быть, фирмат потом подастся в бодибилдеры и будем вместе с вами ходить раздавать интервью. Дэдис, ну ты как, как на правах. Он будет выступать, может быть, покажет, как он будет выступать. Мы с этим просим, просим. Ваш организм сейчас требует? Давай, покажи. Вот пару поз. Давайте на всю страну. Да. Тимур у нас президент, он и в суде. Ну давайте, я так. Он будет давать команду, я уже просто привык. Я буду это все паразировать. Давайте вот так вот, да, наверное, сюда работаем. Да, я его закрою. Так, а я буду пытаться, давайте. Двойной бицепс спереди. Я так понимаю, что лучше... Это цыпленок табака, а двойной бицепс спереди. А, вот, 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 все, понятно. Ну, я так понимаю, мне нечего показывать. Широчайший миш со спиной. Правильно делать? Правильно. Грудь с бицепс сбоку. Так, прошу прощения, сейчас... О, да, вот это вот... Грудь бицепс сбоку. Очень популярная поза была. Двойной бицепс. Сзади. Сзади. Ох. И широчайшие мышцы спины сзади. Трицепс сбоку. Ну, и самое любимое... Не можете вот зафиксировать просто? Сейчас мы камерой покажем. Так, я пытаюсь. Да, да, да. Вы как видите, я вот показываю... Ну, давайте, а теперь на... Здесь у нас что, получается? Здесь мы... Это трицепс. Это трицепс показывает. Ну, и самая последняя поза, любимая, это самая мускулистая, да? Да, это как бы... Примерно так проходит. На сцене, конечно, эффект будет другой. Слушайте, ну, здорово. Мы желаем вам, чтобы и наши телезрители тоже присоединились и посмотрели, как будет проходить этот чемпионат. Мне кажется, очень увлекательное зрелище. Тем более, можно посмотреть на действительно хорошо построенные тела и, может быть, даже научиться чему-нибудь. Желаем вам успехов. Спасибо. А что вы были достойны кандидаты, вам желаем удачи. Приходите. Спасибо. Утро вайф продолжается.